итак как дать стали у нас готовы тело и рукава мы переходим к соединению всех деталей для начала нам нужно распределить петельки по телу у нас всего получается 171 петелька на спицах планка у нас идет по серединке поэтому будет накладываться 1 на вторую и это нужно учитывать при делении петель поэтому я отнимаю 10 петель от 171 петли это получается 161 петля так как они будут делиться пополам с 1 со 2 планки и получается что на спинку я оставляю 80 одну петельку и на планочки по 45 петель я уже прикрепила в марки ручки рукавчики у меня также на отдельных спицах можно спицы взять не того же номера меньше у меня здесь по два с половиной номера это не столь важно потому что уже вязание они в принципе будут участвовать только для вывязывания рукавов к телу прикрепив марки ручки нам нужно определиться шириной нашего подреза я буду брать подрезы 4 сантиметра поэтому умножаем плотность вязания на 4 то есть 4 умножаем на 2 2 целых 64 сотых получаем 10 петелек нам нужно взять значит 5 петель от одной планки и 5 петелек от спинки по рукавчику мы будем брать 5 петель с одной стороны и 5 петель со второй стороны и будем прикреплять вот таким образом к телу для начала мы с вами вяжем петли планки оставляя до маркера 5 петелек и продолжаем вязание я остановилась на теле и на рукавах на семьдесят восьмом ряду последнюю шишечку мы с вами вывязывали в семьдесят пятом ряду на рукавах и на теле поэтому следующая шишка у нас будет идти восемьдесят девятом ряду сейчас у нас семьдесят восьмой и я также буду продолжать вязание и я сейчас продолжу вязание то есть здесь у меня семьдесят восьмой ряд и я буду продолжать семьдесят девятом рядом вязать присоединять рукавчики а также самостоятельно провяжите петли планки оставив 5 не провязанных петель и затем продолжим с вами соединение рукавчиков и так довязала я планочку осталось мне 5 петель до маркера теперь берем один рукав и нам нужно переснять на спицу на вот эту заднюю 5 петель с этой спицы переснимаем раз-два-три-четыре-пять ниточку здесь подтягиваем и снова выдвигаем спицу назад присоединять мы будем сразу петельки потому что у нас одинаковое количество рядов по телу и по рукавам поэтому нам нужно соединить одновременно рукавчики и продолжить вязание чтобы у нас ряды шишками не прыгали и мы не спивались со счету до чтоб не в разных рядах были шишечки а в одинаковых для этого нам понадобится крючок и другой моточек не так будем присоединять при помощи крючка оставляем кончик ниточки подводим спица к спице берем крючок снимаем первую петельку на одной спице и одну петельку со спицы основного полотна тела захватываем эту ниточку и выводим чтобы у нас не разошлось вязание вот эту нить кончик который мы оставляли выводим за крючок между рабочей ниткой и между крючком вот здесь и снова захватываем ниточку провязываем закрепительную петлю и будем вязать так далее это одна петля далее снимаем вторую петельку и со второй спицы захватываем нить и проводим ее также через первую петельку далее третью петлю провязываем и проводим через ниточку слишком петельки вот эти не затягиваем четвертую пятую маркировку снимаем и также провяжем с вами 5 петель со стороны спинки первое и вторая третье четвертое 5 петелька тут же выводим нитку и обрезаем кончик вот таким образом у нас выглядит на данный момент подрез с изнаночной стороны и с лицевой стороны у нас уже сшиты петельки далее берем наше основное вязание подтягиваем нить кончики все убираем сторону и выдвигаем петли получается рукавчик а пододвигаем сюда ближе чтобы у нас не образовывалась вот здесь дырочки мы поднимем дополнительную петельку про вяжем просто одну петлю старайтесь чтобы здесь не образовывалось больших дырочек потом мы эту петельку уберем и далее провязываем петли рукава сначала с одной спицы потом со второй петли с одной спицы рукавчика я перевязала теперь подтягиваем петельки с другой стороны и продолжаем вязать петли со второй спицы рукавчиком довязываем петельки рукава и переходим к спинке здесь у нас тоже получается отверстие большую дабы не было больших дырочек тоже где-нибудь серединке поднимаем петельку и продолжаем вязать петли спинки вяжем так петли спинки до 2 маркера то есть оставив непровязанными 5 петелек берем второй рукавчик переснимаем точно так же 5 петель и присоединяем подрез рукава к подрезу нашего тела делаем это уже самостоятельно провязав семьдесят девятый лицевой ряд мы соединили с вами рукава с телом в восьмидесятом ряду нам нужно избавиться от лишних петель у нас всего получаются четыре лишние петельки которые мы добирали чтобы не было здесь дырочек между полочкой и рукавом между рукавом и спинкой и со второй стороны то же самое значит на полочке у нас было 45 петель осталось 40 10 петелек планки и 30 петелек полочки провязали 40 петель и получается вот эту лишнюю петельку которую мы добирали мы провяжем с первой петлю рукавчиком провязываем 2 вместе изнаночной петлей предварительно перед рукавом можно повесить маркер чтобы не сбиваться и мы знали где у нас будет идти линия реклана далее вяжем петли рукавчика всего у нас получается на рукаве 60 петель 30 петель на одной спице с одной стороны 30 петель со 2 провязываем 60 петель мы будем провязывать 59 и последнюю петельку провяжем с набранной петлей 1 мы уже провязали провязываем все петли изнаночными провязала 29 и 30 петельку мы провязываем вместе с набранной петлей также сюда крепим маркер который будет отделять рукав от спинки далее вяжем петли спинки все на спинке у нас получается 71 петелька провязываем 71 петлю и далее делаем то же самое со вторым рукавом убираем 2 лишние петли по итогу провязав этот ряд убрав лишние петли у нас должно остаться двести семьдесят одна петля соединили мы рукавчики с телом убрали лишних 4 петельки и теперь будем вязать с вами начинать реклам у нас получается реклам с 81 ряда вот так выглядит подрезы здесь остались небольшие дырочки когда будем прятать эти кончики немножко захватим вот здесь с двух сторон стенки петель и эти дырочки уйдут но нам не придется отдельной ниткой сшивать подрез он у нас уже сшит далее мы будем вязать также по рисунку шишечки мы будем делать в тех же рядах которых мы и отмечали 4 дырочки отверстия у нас уже выписано 5 отверстие у нас будет вывязываться в резинке на горловине эту резиночку мы будем вывязывать в конце так как мы когда дойдем до горловины переда мы будем вязать далее укороченные ряды и затем уже на всех петлях будем вязать резиночку 11 до резинки мне осталось провязать всего 12 рядов давайте с вами это распишем для начала давайте напишем себе сколько петелек у нас на спицах 71 петелька по спинке далее идут по 40 петель по полочкам и по 60 петель на рукавах всего получилось у нас 271 петля мы провязали с вами соединение в семьдесят девятом ряду и восьмидесятом у нас на данный момент 271 петелька как я и говорила у нас по переду будет идти 33 сантиметра по спинке будет идти 40 сантиметров резинка у нас четыре с половиной сантиметра внизу и вверху и получается что перед у нас всего осталось провязать 12 рядов если смотреть сантиметры по спинке то от 40 мы отнимаем также четыре с половиной резинку снизу и четыре с половиной сверху и получается всего 35 сантиметров до подрезов мы связали с вами 78 рядов а 35 сантиметров это 132 ряда по спинке нам нужно провязать еще всего пятьдесят четыре ряда значит до выреза горловины мы провяжем 12 рядов и затем будем с вами формировать вырез горловинки провязав 12 рядов будем делать вырез горловины переда далее мы будем вязать с вами вместе укороченные ряды еще по переду всего двадцать шесть рядов и останется у нас провязать 16 рядов по спинке это будет как бы росток их мы уже будем вязать по плечам и по спине будем ориентироваться на эти цифры и будем смотреть что у нас получится но и затем вывяжем по всей королевине резиночку по всем петлям сейчас будем вязать 12 рядов вывязывая рекламные линии рекламную будем вязать в каждом лицевом ряду с восемьдесят первого ряда мы будем вязать реклам так шишки мы продолжим вязать и и будем делать восемьдесят девятом ряду сто третьим и сто семнадцатом ряду отверстие получается нам нужно будет делать сто первым ряду и провязать еще 7 рядов на резинку нас пойдет 18 цветов давайте приступим себе можно помечать в каких рядах вы будете делать рекламные убавки то есть восемьдесят первые восемьдесят третий восемьдесят пятый и так далее значит мы сейчас вяжем петли на полочке оставив до маркера не провязанных две петли их мы будем убавлять провязывая вместе делать одно убавление далее будем также делать убавление на рукаве провязав 2 вместе ближе к этому маркиручку так получается 1 2 5 и будем провязывать вместе и с рукой стороны точно также 2 петли будем провязывать вместе до маркера и 2 петли после маркера сейчас вяжем самостоятельно до маркера оставив не провязана две петли провязали до маркера у нас осталось две петли мы их про вяжем вместе с наклоном ближе к маркеру то есть в левую сторону провязываем снимаем 2 петельки набрасываем снова их на спицы провязываем вместе лицевой переснимаем маркер и следующих 2 петли с рукава мы провяжем вместе с наклоном ближе к маркеру то есть правую сторону захватываем две петли и провязываем лицевой петлей далее вяжем все петли рукавчик оставив не провязанных 2 петли возле маркера и делаем точно такие же убавления все у нас наклоны идут ближе к маркеру то есть изначально 2 петли вместе с наклоном влево после маркера 2 петли вместе с наклоном в правую сторону и на втором рукавчике делаем все то же самое следующий изнаночный ряд мы будем провязывать изнаночными петлями без убавлений и в следующем лицевом получается 83 ряду мы будем делать все точно также такие же убавления 84 вяжем изнаночными 85 делаем точно такие же убавления то есть заряд у нас будет 8 убавлений раз-два-три-четыре с одной стороны и 4 со второй стороны возле 2 рукава вяжем с вами до 92 ряда включительно и так провязали мы с вами реклам 12 рядов довязали до 92 ряда а так это смотрится на данный момент рекламная линия эта дырочка зашьется когда будем прятать кончик и сейчас мы продолжим вязать рекламу поворотными рядами будем вязать укороченные ряды по переду и для начала давайте сделаем небольшие расчеты после провязывания этого реклана получается по спинке у нас осталось 59 петель 34 петли с одной и со второй стороны по полочке 48 петель на рукавах всего получилось на спицах сейчас на данный момент 223 петли сейчас мы будем вязать укороченные ряды поворотными рядами укороченные ряды будут идти по переду дабы нам сформировать вырез горловины на вывязывание укороченных рядов нам понадобится двадцать шесть рядов как это рассчитать нам всего по спинке нужно провязать 40 сантиметров от 40 мы отнимаем четыре с половиной сантиметра резинки четыре с половиной сантиметра резинки у горловины получаем 35 сантиметров умножаем на плотность вязания 378 получаем сто тридцать два ряда так как мы до троим провязали семьдесят восемь рядов нам остается провязать 54 ряда сейчас мы с вами провязали до горловины 12 рядов остается сорок два ряда так как спинка должна быть выше переда по плечам на 4 где-то сантиметра а 4 сантиметра это у нас 16 рядов в итоге мы получаем 26 вот этих 26 рядов у нас пойдет на укороченные ряды по переду давайте рассмотрим как мы будем вязать укороченные ряды я покажу на примере вот этой части вторую часть мы будем вязать зеркальным отображением вот наша часть выреза горловины нам нужно разделить эту часть на 4 равных части мы посчитали что на данный момент у нас по полочке идет 34 петли вместе с резиночкой 34 петли мы делим на 4 части получается по 8 с половиной петель в каждой части но нам нужно учесть вот это количество петель когда мы будем вывязывать реглан у нас будет идти также по рукаву убавка и по полочке так как нам нужно провязать 26 рядов это будет сделано 13 убавок значит от этого числа нам нужно еще отнять 13 значит от 34 петель мы отнимаем 13 петель получаем двадцать одну петлю поэтому мы себе помечаем двадцать одну петлю мы будем делить на 4 части вот эта часть которая здесь останется это 13 петель когда мы разделим двадцать одну петлю на 4 мы получим где-то примерно 5 петелек вместо восьми с половиной мы берем в каждой части по 5 эту часть пока мы не трогаем мы будем делить вот эту часть еще на тройке эту часть на двойке и эту часть на единицы первая группа убавок мы пока не записываем 2 идет у нас на тройке так как у нас здесь 5 не делится на 3 мы берем целое число 2 бабка у нас будет 3 деленное на 3 это одна убавка 3 петли следующая часть 5 5 нам нужно разделить на 2 мы берем целую часть это 4 разделить на 2 получается 2 убавки по 2 петли и четвертый вид убавок это по одной петле 5 раз 5 убавок по одной петле мы знаем что нам нужно за вот эту часть провязать 26 рядов это значит сделать 13 убавление убавление мы будем делать через ряд на данный момент мы считаем 5 убавок 278 и первое убавление будет 9 а нам нужно 13 поэтому все которые петельки у нас по оставались мы распределим таким образом на одну убавку сколько петель останется а все которые в остатках поставались петельки мы перенесем по одной петле дабы нам насобирать 13 рядов убавлений двоек у нас осталась одна петля с троек 2 значит сюда добавляем еще три получается 8 считаем 8 9 10 11 это 12 значит еще одно не хватает добавляем сюда еще одну петлю получается нам нужно сделать 9 убавок по одной петли и теперь считаем количество петель 9 петель 10 11 12 13 14 15 16 у нас всего 21 петля здесь у нас получается 5 петель здесь у нас будет идти ряд убавок на рекламную линию 13 петель и здесь вот эти убавления то есть мы будем петельки не убавлять оставлять не провязанными на спице так как мы будем вязать укороченные ряды дабы у нас вот здесь не было конфликта когда мы будем делать переворот петель у нас не будет хватать петли чтобы сделать убавление поэтому одну петельку нам нужно оставить запасную поэтому мы возьмем на первое убавление 4 петли и теперь для себя будем расписывать в первом ряду мы не довязываем 4 петли 2 изнаночный ряд в третьем ряду мы делаем убавление из трех петель 4 ряд изнаночный 5 убавление у нас идет две петли 6 изнаночный 7 убавление 2 петли и далее идут убавление по одной петли 9 11 13 15 по одной петле 17 19 21 23 по одной петле и остается у нас 25 лицевой ряд одна петля и 26 будет ряд изнаночный я себе уже повесила для удобства марки ручки отделила на одной полочке петли и на 2 сейчас расскажу каким образом отсчитала 4 петельки прикрепила маркер отсчитала далее 3 петли по прикрепила маркер далее идет две петли маркер и две петли маркер и также отсчитала 9 петелек в каждой петельке мы будем делать убавление по одной петле то есть мы не будем делать убавление вернее будем оставлять не провязанные петли на на спицы каждую петельку у нас получилось 9 2 4 6 8 9 здесь у нас получается 14 петель до маркера то есть 13 петель на убавление для реглана и 1 запасная петля сейчас мы продолжаем вязание себе можно пометить это 92 ряд был провязан изнаночный значит первое убавление у нас будет идти девяносто третьем ряду 94 изнаночный следующее убавление 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 и 117 ряд также не забываем про шишки шишечка у нас будет вывязываться сто третьем ряду и в сто семнадцатом ряду 118 мы провяжем просто изнаночными петельками отверстие у нас будет в резинке в сто первом ряду поэтому мы запоминаем с вами где мы остановились в этой части это получается 92 ряд когда мы будем набирать петли на резинку мы можем будем считать провязывая резиночку ряды значит шишечки мы себе пометили этот ряд шишек я провязала восемьдесят девятом ряду ну и давайте начнем с вами вязать сейчас самостоятельно вы провязываете этот ряд делаю убавки на рекламные линии так же как мы делали возле каждой рекламные линии по одной петли убавляем и довязываем до первого прикрепленного маркера не провязываем 4 петельки довязываем до 4 петель и затем продолжим вязание и так довязали мы лицевой ряд до 4 петелек снимаем маркер и переворачиваем вязание в девяносто четвертом ряду мы будем делать то же самое только с изнаночной стороны не дойдя до четырех петель переворачиваем вязание ниточку набрасываем на спицу и снимаем первую петельку не провязаны и подтягиваем делая двойную петлю и далее продолжаем все вязать как и вязали провязываем 1 2 уже петли получается переснимаем маркирок два раза по 2 петли то есть странная петля это у нас будет этой петелькой из трех петель на маркере по рисунку провязали планку изнаночный ряд мы вяжем без убавлений на рекламную линию то же самое переснимаем марки ручки из этой стороны довязываем до первого маркера ставив не провязаны 4 петельки и так провязали девяносто четвертый ряд до 4 петель точно также разворачиваем вязание маркирок убираем делаем такой накид и снимаем лицевую петлю и подтягиваем образуется у нас двойная петля и далее вяжем лицевой ряд делая также убавление на рекламной линии и довязываем до первого маркера и так довязали то 1 маркера снимаем его переворачиваем вязание и переходим к вязанию 96 ряда петельку также снимаем делаем накид снимаем лицевую петлю и затягиваем далее провязываем все петельки сначала на планке по рисунку далее по основному полотну и так вяжем до 1 маркера в изнаночном ряду и точно так же делаем поворотные ряды затягиваем двойные петли когда дойдем вот до этого маркера мы его снимем и будем делать поворотные ряды на каждой петельки и так нам нужно провязать 26 поворотных рядов укороченными рядами провяжем их самостоятельно вот этих 13 петелек у нас должны убавиться в рекламных линиях в лицевых рядах и останутся у нас на спице только вот эти петельки от полочки вот эти уйдут на рекламную линию вяжем самостоятельно и потом продолжим вязание провязав 117 лицевой ряд переходим к последнему ряду 108 118 точно так же переворачиваем вязание у нас осталась одна петелька три главной линии мы ее также снимаем с накидом подтягиваем переснимаем маркер от рекламной линии и вяжем этот ряд изнаночной до этой рекламной линии переснимаем маркер от регланной линии и провязываем одну петельку и разворачиваемся и затем продолжим вязание провязали 118 ряд лицевом ряду мы остановились получается после рекламной линии на одной петельке далее я уже прикрепила марки ручки для вязания укороченных рядов по спинке это у нас будет росток росток мы будем вывязывать 16 рядами сейчас я покажу вам на листочки распишу как это будет выглядеть и затем продолжим точно также вязать росток как мы вязали по переду только будем вязать уже вот эти ряды поворотные по спинке в 117 ряду мы сделали последний ряд шишек получается он будет предпоследним провязали 118 ряд сейчас будем вязать росток росток у нас будет 16 рядов это получается 8 поворотных рядов лицевых и 8 поворотных рядов изнаночных в лицевых рядах мы продолжим с вами делать убавки на рекламные линии только убавки будут идти по одной стороне рукавчика по спинке и со второй стороны рукава я вам все покажу потом когда мы будем вязать на данный момент когда мы провязали 118 рядов у нас на спицах осталось на полочках по 21 петли на рукавчиках 22 петли и на спинке 33 петли всего получается у нас на спицах на данный момент 119 петель можем нарисовать как выглядит полотно у нас на данный момент вот наша спинка рукавчик и перед рукавчик и перед мы будем рассматривать с вами вот эту часть рукава и спинку потому что вот на этой части вывязаны укороченные ряды мы их эти петли не трогаем рассмотрим петли 1 рукава у нас на рукавчике 22 петельки так как у нас будет 8 лицевых рядов 8 петель у нас уйдет на убавление мы сразу их отмечаем остается 14 петель и этих 14 петель мы должны разделить на 8 так как нам нужно сделать 8 разворотов на целое число это не делится поэтому можем сами себе расписать точно так же как и в прошлый раз мы оставим одну петельку для того чтобы нам было удобно вязать убавки на реглан и развороты этой петельки по итогу не останется поэтому пишем одну петлю сюда это будет здесь 9 петель в начале и далее будем делить 1 2 1 2 1 2 можете поделить 2 2 2 1 1 1 петелька как вам удобно всего должно быть 8 раз два три 4 5 6 7 и последние 8 если посчитать то у нас еще остается одна петля поэтому последнюю я возьму 3 петли на развороты у нас тут следующие ряды 119 на убавление вернее на регланы 119 121 123 ряд 125 127 129 131 и 133 получается что последний ряд у нас будет изнаночный 134 1 2 3 4 5 6 7 8 значит 16 рядов по итогу мы провяжем остановимся вот здесь начинать вязание мы будем вот отсюда и будем вязать первый ряд вяжем первый ряд до первого маркера на вот этом рукавчике делаем разворот и вяжем до первого маркера на этом рукавчике и так далее остановиться мы должны вот здесь на последней петле потому что здесь уже будет все убавлено все петельки и останутся вот эти петли вот укороченных рядов и петли спинки себе я пометила что в 131 ряду нам нужно будет провязать ряд шишками ряд шишками по-любому получится потому что у нас петли спинки есть по рукавчикам возможно их не будет но по спинке эти шишечки останутся поэтому будем 131 ряду их провязывать вот так выглядит марки ручки это петли у нас получается 1 рукава вот я отложила в начале 9 петель то есть 8 петель пойдут на убавки на реглан и 1 петля между этими петельками для укороченных рядов и между петлями на убавки далее я откладываю 1 петля маркер 2 петли маркер 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 1 другой стороны мы делаем все в зеркальном отображении то есть к этой стороне мы откладываем 9 петель и затем точно так же с этой стороны 1 петля маркер 2 петли маркер 1 петля маркер 2 петли маркер 1 петля 2 петли 1 петля и в конце у нас остается 3 петельки и теперь мы будем вязать первый лицевой ряд до вот этого маркера и останется у нас не провязанных 3 петли сделаем двойную петлю то есть снимем петельку с накидом уже с изнаночной стороны и продолжим вязание изнаночного ряда до первого маркера с этой стороны оставим не провязанных 3 петельки сейчас же мы берем 1 петелька у нас получается с регланной линии и будем приступать к вязанию сто девятнадцатого ряда мы снимаем вот эту петлю с накидом подтягиваем переснимаем маркер от реклана и вяжем все петли переснимая марки ручки в таком же положении в котором они находятся и вяжем так самостоятельно еще росток по спинке также укороченными рядами как мы вязали с вами укороченные ряды по переду вяжем самостоятельно 16 рядов и затем продолжим вязание когда мы провязали с вами сто тридцать четвертый ряд сделали разворот провязали до последнего маркера снимаем маркирок и довяжем вот этот ряд до конца провязывая двойные петельки каждую двойную петлю мы будем провязывать по рисунку у нас идет изнаночные петли захватываем две стенки петли и вывязываем изнаночную петлю далее одна петелька у нас далее двойная снова двойная она двойная снова двойная 1 двойная и так вяжем самостоятельно я потом покажу как пусть мы провязывать лицевые изнаночные петли в планке и тогда шли до планки получается у нас лицевая петля мы провязываем двойную петельку лицевой далее идет изнаночная петля далее двойная петля лицевая далее изнаночная петля лицевая далее идет тайная петля изнаночную провязываем захватил две стеночки петли изнаночной петли и далее лицевая изнаночная лицевая и кромочную провязываем изнаночной петлей провязали с вами росток у меня получилось на ростке 1 шишечка по спинке мы с вами закончили вывязывать горловину на девяносто втором ряду значит сейчас у нас будет начинаться резинка с девяносто третьего ряда и как помните резинка у нас 18 рядов это получается сто десятом рядом это все у нас должно закончится сто первом ряду у нас будет отверстие для пуговицы и затем мы до вяжем уже ряды всем рядов получается резинкой и плюс два ряда мы провяжем полую резинку на данный момент у меня получается по полочкам по 21 петли на рукавах 14 петель и 17 петелек по спинке всего получается осталось 87 петель это вместе с двойными петлями чтобы перейти на вязание резинки берем с вами спицы номер два с половиной и начинаем вязать рисунок исходя из того как у нас располагаются петли первая петля у меня кромочная я и снимаю далее идет изнаночная петля себе помечаем что-то 93 ряд следующие изнаночная лицевая изнаночная лицевая лицевая и так далее закончилась планочка у нас на изнаночной петли италиям и все петли вводим в рисунок резинки продолжаем лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая марки ручки мы можем уже убрать они нам не нужны и продолжаем по рисунку изнаночная лицевая изнаночная далее дошли мы до регланной линии у нас начались двойные петли мы будем провязывать также вводя в рисунок закончила я на изнаночной следующая двойная петля мне будет лицевой следующая петля двойная будет изнаночной захватываем только внимательно захватываем две стеночки чтобы не упустить провязываем ее изнаночной петлей далее одна петля лицевая двойная петля изнаночная далее двойная петля лицевая одиночная петля изнаночная двойная лицевая двойная изнаночная лицевая изнаночная лицевая далее по рисунку изнаночная лицевая изнаночная снимаем маркер и по полочке делаем то же самое и закончили на изнаночной значит двойную петлю провязываем лицевой следующую двойную изнаночной далее у нас идут петельки планки если все верно то у нас рисунок будет совпадать лицевая лицевой двойную петлю изнаночной лицевая изнаночная лицевая изнаночная и снова изнаночная рисунок на планке должен остаться таким же каков он есть есть небольшое вот здесь вот где была двойная петля на лицевой изнаночная в принципе когда это свяжется в резинку это будет смотреться хорошо провязали с вами 93 ряд всего нам нужно 18 рядов поэтому вяжем сейчас 16 рядов и затем два ряда полой резинки вяжем резинка 11 до 108 ряда и затем продолжим вязание полу резиночкой не забываем сто первом ряду сделать отверстие для пуговицы точно так же как мы делали его по планочке вяжем самостоятельно 16 рядов и так провязала я резиночку получается 16 рядов и провязала два ряда полой резинки полую резинку мы вязали с вами и на рукавах и на теле при наборе резинки здесь мы вяжем то же самое первую петельку мы снимаем изнаночную снимаем нить перед работой лицевую провязываем изнаночную снимаем лицевую провязываем и так до конца и второй ряд вяжем точно так же лицевую провязывать изнаночную нить перед работой снимаем и теперь будем делать закрытие закрытие по горловине будем делать эластичное кстати здесь я сделала отверстие 5 сто первом ряду она у меня получилось не знаю как это будет смотреться вот здесь на горловине потому что она чуть выше получается дырочка чем переход к резинке если здесь сделать еще одно отверстие то будет смотреться некрасиво если будет это место расходиться то надо будет скорее всего сюда вставить кнопочку посмотрю как это будет уже в дальнейшем выглядеть когда кофточку будем одевать после стирки в это я постараюсь резиночку вот здесь немножко отпарить вниз дабы она не стягивалась по шее а красиво смотрелось потом попробую и расскажу как это я делала теперь я оставила кончик нити и буду делать закрытие закрытие как обычное эластичное мы делаем следующим образом 1 кромочная петля у нас на спице я ее снимаю она идет у нас как лицевая петля мы ее разворачиваем и снимаем далее нам нужно снять следующую лицевую петлю вводим иголочку вот таким образом в эту лицевую петлю и всю ниточку затягиваем далее идет у нас изнаночная петля мы иголку вводим прямо вот таким образом и снимаем ее на иголку изнаночная петля у нас идет за лицевой поэтому лицевую мы пропускаем а изнаночную нам нужно захватить вот эту стенку но введя иголку с изнанки вот таким образом и захватив вот эту стенку изнаночной петли вот она будет как смотреться с другой стороны и протягиваем нить далее у нас лицевая петля мы вводим иголку уже не так а разворачивая петлю снимаем ее и следующую лицевую вводим прямо не сильно не затягиваем дабы не стянуть полотно первые вот эти петельки можно подтянуть чтобы все красиво смотрелось далее идет изнаночная петля мы вводим иголочку прямо и снимаем пропускаем лицевую петлю и поддеваем стенку изнаночной петли и проводим нить снова лицевая снимаем вот таким образом разворачивая петельку и вводим иголку в следующую лицевую следующий изнаночную прямо вводим пропускаем лицевую из изнаночной стороны захватываем изнаночную следующую петлю и так делаем закрытие до конца лицевую разворачиваем снимаем и следующая лицевая петля изнаночная прямо и следующую изнаночную с изнаночной стороны и так закрываем все петли сняла я лицевую петлю и ввела в лицевую следующую петлю осталось у меня изнаночная и лицевая с ниточкой теперь я просто снимаю изнаночную петлю ввожу сюда нить и и разворачиваю лицевую петлю с изнаночной стороны можно захватить нижнюю стенку лицевой чтобы это было более симпатично делаем закрепительную петельку ниточку можно вывести по резинке полой чуть сторону подтянуть и далее уже с изнаночной стороны спрятать ниточку тем способом который вам наиболее удобен ниточку обрезаем вот такая горловинка у нас получилось эластичная все прекрасно тянется я сейчас спрячу все кончики кофточку постираю отпарил пришью пуговички и потом покажу вам уже готовый результат по подрезам там где у нас вот такие небольшие дырочки здесь в принципе все хорошо с этой стороны с этой стороны у нас сформировалась небольшая дырочка также мы захватываем стеночку петли и с этой стороны и делаем такой микро стежок и чуть подальше все и наша дырочка ушла закрепляемся и затем уже прячем нитку я буду прятать в эту сторону где у меня шов давайте посмотрим как выглядит эта дырочка теперь дырочки нету все аккуратно идет дальше рекламная линия и так прячем дырочки если у нас есть на подрезе самостоятельно и вот такая кофточка у нас получилось она уже у меня постирана отпарена отпаривать нужно с изнанки то есть утюг с паром я ставлю минимально и затем не притрагивать полотну подносим утюг выпускаем пары и немножко изделия вот таким образом растягиваем в тех местах которые нам нужны я по планке также прошла чтобы она не отворачивалась к изнаночной стороне вот здесь по краюшку саму резинку я не трогала как видите она идеально растягивается все на месте вот здесь в уголках дабы не стягивала резиночку вот на этот уголок можно немножко пустить паром только с изнаночной стороны и здесь тоже самое по горловине буквально на всю горловину я проходила с паром и вот таким образом растягивала потому что когда она связана резинка очень тугая и горловина получается очень сужена и здесь когда мы застёгиваем вот эту пуговицу будет смотреться некрасиво поэтому старайтесь резиночку полностью практически сверху отпарить вот так смотрится подрезаем и сразу начинается рекламная линия подрез аккуратненько сшит так он смотрится с с изнанки кончики я оставляла небольшие лучше они пускай торчат с изнанки чем потом будет вылазить на лицевую сторону и с другой стороны тоже самое аккуратный подрез и с изнаночной стороны как видим спинку у нас длиннее переда рекламная линия заканчивается здесь а по спинке у основания резинки как смотрится кофточка на моей дочери я вам ставлю фотографию если у вас остались вопросы по мастер-классу то задавайте их в комментариях буду рада на них ответить ставьте пальчики вверх если вам понравился данный мастер-класс подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны ну и на этом у меня все всем пока и до скорых встреч